Россия открыла список второй сотни поколителей космоса. На орбите сегодня работают 101 и 102 российские космонавты. К самому главному событию в своей жизни они готовились 10 лет. Постоянные тренировки под объективами фото и телекамер, экзамены и снова тренировки. Но самое сложное предстартовые 12 дней на Байконуре. Об этом маленьком, но очень насыщенном отрезке жизни космонавтов мало кто знает. Шасси касаются земли. Тушка осторожно выруливает по бетонке взлетной полосы. На аэродроме Крайний приземлился первый борт. Так называют самолет с основным экипажем космонавтов. Готовы? Готовы. Завтра в 10, как всегда, ветерок немножко больше. Вслед за первым бортом садится второй самолет с дублирующим экипажем. Таковы правила. Режим безопасности действует до последней предстартовой секунды. Даже в город они отправляются в разных автобусах. Весна в этом году на Байконуре выдалась ранняя. Гресь в лучах солнца бродят верблюды. Из нор высыпали любопытные суслики. Степь вокруг зацветает тюльпанами. Для тружеников космодрома весна самая горячая пора. Старты один за другим. Два экипажа основной и дублирующей живут на космодроме по абсолютно одинаковому расписанию. Ранний подъем и сразу на аллею космонавтов к подшефному муравейнику. Он с каждым днем все больше и больше. Муравьи рассыпают. Мы просто ходим, смотрим. Интересно. Россия и Корея. Два муравей. Получается, мы приходим, так вот посмотреть. Но сегодня они не вылезли еще. Рано, наверное. Самая главная тренировка на космодроме, как говорят здесь, примерка корабля. Она полностью имитирует предполетную подготовку, включая облачение в спецодежду и продувку скафандров. Шум есть. Раз, два, три. Хорошо слышусь. Хорошо слышусь. Хорошо слышусь. Удобно делать, чтобы было удобно. Я как ребенок. С первых дней на Байконуре улыбчивая Ясоен стала всеобщей любимцей. Возможно, эта улыбка позволила ей победить в конкурсе на космический полет среди 40 тысяч претендентов. А может быть, что она обладательница третьего дана по тэквондо и лауреат национальной премии Кореи в области новейших исследований. Своё место на борту Союза она заняла вполне заслуженно. Первый, наверное, самый умный, наверное. Потому что еще человек с сильным характером должен быть. Потому что этот человек должен работать в космосе. Командиру экипажа Сергею Волкову 35 лет. Когда ему было 12, его отец начал свой долгий космический путь. Став шестидесятым в списке российских космонавтов. Александр Волков трижды летал в космос. Дважды работал на орбитальной станции «Мир». Провел на орбите почти 400 дней. Был командиром отряда космонавтов в звездном городке. И однажды, сам того не ведая, принял своего сына в отряд космонавтов. И когда я одно личное дело открыл, так, Сергей Волков голову поднял на фотографию, мой сын. Здесь, конечно, заволновался. Ну и, конечно, заволновался. И гордость меня все же обуяла, что все же сын выбрал эту сложную дорогу. Олег Кононенко не из династии космонавтов. Но, как сам говорит, полететь к звездам хотел всегда. Для всех членов экспедиции этот старт в космос – первый в жизни. Такого раньше никогда не было. Три новичка сразу. В новые экипажи будут набираться все более и более новые, молодые. И тенденция эта сохранится. Потому что количество с 2009 года работающих на станции будет 6-9 человек. В день пуска первым на старт приезжает батюшка. Отец Сергий – настоятель храма Святого Георгия Победоносца. Это уже стало доброй традицией – освещать ракету. Ни одна не уходит в космос без благословления. Да и космонавтам с добрым напутствием лететь спокойнее. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Пойди! На МКС – смена экспедиций, а на Земле – смена поколений. Космонавт Александр Волков провожает сына таракиты. Последний раз он стартовал на орбиту в 1991 году. Но сегодня на Байконуре он почетный гость. Глава первой в мире космической династии. Возрождение идет династии. Это тоже новое. Следующий космонавт Романенко готовится. Это тоже из династии. На сегодняшний день молодые ребята обращаются к космосу. Это нас радует. Традиционный напутственный шлифок. Так провожают всех космонавтов. После этого экипаж поднимается на лифте к головной части ракеты. Здесь, в космическом аппарате, они проведут томительных два часа. Каждое действие сына Александр Волков знает наизусть. До мельчайших деталей. Люк закрылся. Сел в кресло. И как будто я в тренажере. Закрыто обтекателем, ничего не видно. Только сильный ветер и ракету покачивает. Здесь, на Гагаринском старте, все как в далеком 61-м. Та же лестница, по которой поднимался первый космонавт. Тот же лифт. Только звезд на ферме отслуживания с каждым пуском становится больше. После старта этого корабля «Союз ТМА-12» появится еще одна. 449-я. Возвышающийся над степью 50-метровый космический корабль – потрясающее зрелище. На космодроме, в ЦУПе, на смотровой площадке все любуются готовым взмытием неба «Союзом». 5, 4, 3, 2, 1, 0. У корейцев ликование. Их можно понять. Только что произошло событие национального масштаба. Первый космонавт Республики Корея в космосе. А Есо Йон теперь не просто девушка с очаровательной улыбкой, а национальный герой. С этого момента она в прямом смысле – лицо корейской космонавтики. Это событие повысит уровень сотрудничества России и Южной Кореи. Второе – это событие принесет большой вклад в развитие науки именно в сфере космоса. Есо Йон стала 475-м человеком в мире, преодолевшим земное тяготение, и 50-й женщиной, побывавшей на орбите. Этот старт на Российском Союзе позволил Республике Кореи по праву причислить себя к своеобразному космическому сообществу 36 стран, отправивших своего представителя в околоземное пространство. Для корейской космонавтики – это прорыв. А для космического корабля класса «Союз» – обычная работа – 1731-й старт. Наталья Бурцева, Евгений Петров, Максим Фраянс, студия «Роскосмос».